Всем привет, мои любимые подписчики! Не хотела снимать видео, вообще не хотела забросить этот YouTube куда подальше, но после очередной прогулки мозги встали на место, и я решила продолжить свою деятельность, продолжить свое хобби, любимое, которое, наверное, тоже мне нужно. У меня было двое суток на раздумывание, сделать, не сделать. Думаю, то, что было записано, у меня три видео я загружу и прекращу на этом все. Почему я так решила? Потому что... Потому что я... Лагерь моих подписчиков разделился. Кто-то считает, что мне нужно что-то придумывать. Мне неинтересные стали видео, я сама стала неинтересная, только нейрографика. Кто-то меня обвинял в том, что это какая-то секта, пирамида, но... А вторая половина поддерживает меня. Третьи хотят, чтобы я снимала семью. Семья не хочет. Зачем я должна настраивать против себя и мужа, и семью, если они не хотят этим заниматься? Родители уехали в деревню, не переживайте, у них все в порядке. Решила пару слов замолвиться, хотя давала слово не вспоминать. Ну да, у нас была неприятная такая ситуация, когда им... Благодаря некоторым комментаторам они перевели... Кто-то там из их семьи перевел им... Один комментарий нехороший, и они очень обиделись, понимаете? Обиделись очень сильно и сказали, мы ни за что не будем не сниматься, ничего. Так что Светлана и Свиньи. Мне это очень было неприятно, конечно, настраивалось. Я не хотела, чтобы они обижались за моего ютуба. Поэтому я приняла сама решение, что я больше не буду их снимать. Но, видно, вам не нравится, я не знаю почему. И вы мне написали там очень много. Кто по хорошей форме это написал, кто резко так. Ну, у каждого из вас есть мнение. Я на это не обижаюсь, мои дорогие. Но я подумала, что я буду выставлять видео. Не каждый день, не через день, как я старалась, как сумасшедшая. Потому что лучше я выставлю одно видео в неделю. И оно будет качественное, интересное. А сейчас я выставляю, показываю вам мою жизнь, то, что происходит сейчас. Я другое ничего не могу сделать. Я не могу бросить свои дела, основную работу. И бежать, снимать вам набережную и там еще. И всем не угодишь. Почему не угодишь? Потому что, когда я показываю набережную, город, вам это не нравится. Говорят, покажите нам кухню лучше. Зачем мне нужен этот? Понимаете? Вы никому не угодишь. Поэтому у каждого свое мнение есть. Пишите, что хотите. Я буду делать так, как я считаю нужным. Я хозяйка. Я не разрешу, чтобы на моем канале был негатив. Вот это я не разрешу. Я буду просто банить и все. Пускай будет у меня 10 подписчиков останутся. Но те, которые в мою семью придут с улыбкой и именно с чистым сердцем. А не так, как делают это многие. Мои друзья, я сейчас что делаю? Я сейчас варю суп из ухи. Для тех, кому нравится кулинарный канал, мы начинаем. Наконец-то я сегодня ходила к моей подружке. Мы с ней вместе ходили на зубу, на раечках. И посидели там, поговорили о том, о сем. Давно я не была у нее. Она мне вчера говорит, ну когда ты наконец-то придешь? Действительно, у меня сейчас очень напряженный график. Хотите, верьте. Хотите, не верьте. Но я говорю так, как есть. Вот я сейчас сижу, отключаюсь. Потому что у меня два канала. Бизнес-канала второй. Вы сами знаете, на котором я рассказываю о своем бизнесе. Более конкретно, делаю обучающие уроки, снимаю трансляции для всей нашей русскоизучной команды. И поэтому у меня сейчас очень большая загрузка в моей жизни. Тут же нужно и мужа накормить, тут же нужен и клуб, тут же и подписчики, которые многие среди вас пишут мне в личку и спрашивают, советуются в каких-то отношениях с мужчиной турецким, как себя повести. Некоторые спрашивают про Мерсин. Некоторые про недвижимость. Вы просто не представляете, насколько я занята. И вот я, видно, подустала. Мне все это хочется иногда бросить. Закрыть телефон и ничего больше не делать. Я сейчас варю себе уху. Вот, посмотрите, я наконец-то купила сом. Турецкий сомон называют, да? Вот, из головы такой красненький. Пошла я, значит, перед тем, как края, и думаю, пойду что-нибудь ей там куплю, да? К чаю, кофе, конфетку, шоколадку. Не охота было идти в этот Айвзбир. И вот смотрю, что... Сейчас покажу вам. Сомон турецкий. Был, конечно, и норвежский, и турецкий. Продается такой. Конечно, я хотела с икрой. Не нашла. Вот, ну, представьте, вот такая огромная рыбка, да? Моя рука. Раз, два, две с половиной моей руки. Ну, и вот. Купила я, значит, заплатила за него сколько там? 60 лир стоит это все, мои дорогие. 60 лир стоит это. В принципе, я сегодня планировала другое совсем. Ну, я сейчас это поставлю. Соус я сделала. Какой соус здесь? Никакого соуса нет. Просто перец красный, молотый, горький. И соль. Вот это вот я сейчас решила в последнее время делать так. Без йогурта, без разной фигни этой. Без приправ. Ну, красный, черный перец добавила. Вот, купила вот такой я сумон. И знаете что? Мне вот этот продавец пообещал складывать икру для меня. И я, чтобы приходила и забирала. Потому что он ее выбрасывает. А для меня он будет прятать в холодильник. Ну, чему я очень обрадовалась. Также я посмотрела сегодня в Карпуре, прямо возле кассы, такой холодильник стоит. И там продают эти куру. Смотрите, сколько они стоят. Сколько стоит там? Боже, я не вижу, сколько стоят они. 49,50 курица, да? А вот здесь вот цена была. 50,51, 27,45. Килограмм, наверное. А тут почти 2 кило. Ну, вот смотрите, почти 2 кило и вышло 49,50. Или 50 вышло. 50 лир. Ну, как скидка все равно была, да? Вот купила я почти такую 2-килограммовую курицу. И еще я купила, я сейчас покажу вам. Вот, надо испанак тут все делать. Боже мой. Когда это все... Еще я купила, мои дорогие, вот такой вот сыр плавленый. Он по 35 лир. 55 стоит по 35. Ну, вот это тоже было. То есть, ну, третья, четвертая. И вот. Вот такие я сделала покупки. А вообще у меня было, знаете, какое желание? Какое желание было благодаря некоторым из вас закрыть... Вообще перестать этот YouTube-канал. Не зря я вот смотрю многих таких миллионников, многотысячников, да? Такое желание появляется, потому что, блин, как вы это можете делать? Писать такие гадости. Попробую на суп, суп на соль. Я аж кому говорю, хочешь черба? Он говорит, нет, не хочу. Ну, не понимает. В принципе, вот это можно. И сейчас еще я хочу морковку. Морковь. Ой, я же этот... Включила здесь сковороду. Пока этот суп сварится... А может он быстро сварится, да? Как вы думаете? Сейчас я морковку почищу. С морковкой пальцем. Вот час остался, у меня опять вебинар. Из вас злит некоторый, что у меня вебинар, и то есть у каких же, блин, и злые. А у вас что в жизни? Еще лучше, чем у меня? Вы живете лучше, чем я? Скажите, пожалуйста. Просто вы меня просто бесите. Не беситесь, шутка. Ташкин. Да. Вот. Хорошо, что он не понимает, что этот, кто бы запретил. А, быстрее, доложите ему. Буду сейчас я готовить себе... Вечером эту рыбу запеку на бумаге. Вместе с Сашкой мы покушаем. Картошку мне нельзя. Только сок попью, да? И рыбу съем. Я такая голодная вообще. И голодная, и спавшая. И я, знаете, после того, что видео не надо загружать, хоть стала себе внимание много времени уделять своим делам основным. Кто не верит мне, кто что верит, да? Мне параллельно, что вы думаете там? Негативщики вы настоящие. Что же у вас столько желчи, блин? Чего вы такие злые все? Не нравится им некоторым йога, ничего не интересно. А что, вы берите пример с нас. Чего вам не нравится-то? Как мы двигаемся, как я двигаюсь, и как, несмотря ни на что, мы развиваемся. Не нравится вам это? Выключите. Чего негатив пишите? Мне тоже, может, какие-то видео не нравятся. Выключаю все, но никогда не испорчу настроение человеку. Ваша правда кому нужна? А просмотры уменьшились не только у меня. Я посмотрела вчера блогеров, просто статистику их. У всех уменьшились просмотры. У таких придурков некоторых, которые ругаются матом, что-то, где вот, у таких много, скандалы, такой любите, у меня такого не будет. Никаких скандалов вы не увидите. Я не скандальный человек, но за себя постоять могу. 20 долларов заработала, и я еще буду сейчас вам снимать родственников. За все надо платить в этой жизни. Да, за все надо платить. Мне бесплатно, никто ничего не делает. А я вам, вас пустила в свою семью, в свою квартиру бесплатно. И вы смотрите, что я показываю за ту цену, которую вы платите мне. А вы чересчур хотите многого. Ладно, не буду говорить, продолжать эту тему. Все закрыли. Как-то я говорю вам. Я ухожу на время. Не знаю, когда я созрею, может, когда вы увидите это видео, когда что, когда мне будет удобно, тогда я это все сделаю. Кто хочет меня увидеть каждый день, приходите в Instagram, в Stories. Я все показываю каждый день. Вот так там действительно очень все легко. Раз быстро видео загружила, не надо его там монтировать, программы, загружать, оптимизировать. И ничего не получаю бесплатно. Хоть не обидно. Так что, кто хочет наблюдать за мной и мои любимые подписчики, вы меня увидите в Instagram. вы сами знаете, до следующих встреч. Пошла я готовить. И хочу еще приготовить салат и чуть-чуть отдохнуть и пойти потом на вебинар. Все, пока. У меня день рождения и не покажу вам ничего. Вот такая рыбка у меня получилась, мои дорогие. Красота. Еще я приготовила еще я приготовила вот такой салатик и суп эзогелин с булгуром и красной чечевицей. Называется он суп невесты, невестки. Посмотрите, что я нарисовала сегодня. Это новый алгоритм небосклонных целей. И чудеса начали происходить. еще не успев его дорисовать. Мои цели, мои звезды. Такая была рефлексия, такая красота. Спасибо, Вселенная, за все. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.